Моя мама тогда часто работала ночью, и поэтому днём мне приходилось спать, чтобы на работе не упасть в обморок от усталости, так как её работа требует физической нагрузки. А обычно ложится она часа в три дня и спит до пяти, потом, как только встаёт, сразу же собирается на работу. В один из таких дней она легла спать, а я пошёл в ванну, чтобы вымыть руки. В доме кроме нас двоих никого не было. Я только собирался включить воду, как услышал шаги. Дверь была закрыта, но я точно по шагам смог определить, что это моя мама. Она зачем-то пошла на кухню. Я громко окликнул её. Тишина. Но так с ней иногда бывает. Я просто не обратил внимания и быстро помыл руки. Стоя вытирая руки, я по скрипу полу в квартире понял, что она просто стоит на кухне. Стоит и ничего не делает. Я позвал её ещё раз. Два. И тут в голове такая мысль. А что если это не моя мама? Мне тут же стало не по себе. По спине пробежал холодный пот. Появилось сильное ощущение тревоги. Как будто кто-то смотрит на тебя из темноты. Прямо за твоей спиной. Я услышал шаги и тут же застыл от страха. Не глотал слюну. Не дышал. Чётко было слышно, как она подошла к двери туалета. Я сам стоял очень близко к двери и поэтому почувствовал, что за ней кто-то есть. Половицы скрипят и прогибаются. Я думал, что это она. Стоит перед моей дверью и дышит мне прямо в щель. Я опять её позвал, но никто не отозвался. Снова я услышал шаги. Раздался скрип соседней двери. Через несколько минут я всё-таки вышел из комнаты и заметил, что дверь на кухню открыта. Здесь явно кто-то был. Тем более я не глупый. В полной тишине любой услышит шаги. Я решил, что лучше всего проверить и снова позвал маму. Кричал чуть не не до посинения. И что вы хотели? Она отозвалась из зала, где мирно спала на диване. Я потом её расспросил и она сказала, что не вставала с того момента, как легла. В общем, не вставала, спала, а проснулась из-за того, что я кричал как потерпевший. Моя мама не лунатика и никаких патологий у неё нет. Но этот случай, это чувство, что за тобой кто-то стоит, не может никак меня покинуть. А если ты сейчас услышишь шаги в соседней комнате, лучше за преддверие не выходи. Помни, это не твои родители. Субтитры создавал DimaTorzok